Это программа День с толком в студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Пока идет разбор полетов. Что рассказал тренер о боксере из Бийска, который участвовал в смертельной драке? Отлов, стерилизация или отстрел? Как в Барнауле планируют решать проблему бездомных животных? Аэропорт, который порос плющом? Как сейчас выглядит воздушная гавань Бийска и есть ли у нее будущее? Теперь, чтобы поставить прививку от коронавируса, человеку нужно найти компаньона. Да-да, барнаульцы в соцсетях сообщают, что были немало удивлены, когда в поликлинике им сообщили о проведении ревакцинации только совместно с другим человеком. Медики поликлиники пояснили, что вакцина «Спутник Ви» и «Лайт» теперь приходят в фасовке, рассчитанной на несколько человек. Горожане недоумевают, где искать друзей по вакцинации, не бегать же в поисках. В региональном Минздраве ситуацию прокомментировали следующим образом. Действительно, в край поступили крупные партии препарата, рассчитанные на вакцинацию сразу нескольких человек. Двоих и даже пятерых. Урегулировать данный вопрос в Минздраве пока не в состоянии, поэтому просят на вакцинацию записываться заранее. Тогда успеют сформировать списки людей с учетом фасовки вакцины и пригласят на прививку. Что ж, хорошо, что вакцины будут ставить хотя бы ни одной иглой. Тем временем в крае новый антирекорд. За сутки выявили 4098 новых случаев заражения коронавирусом. А темпы вакцинации пока оставляют желать лучшего. На сегодняшний день в регионе привиты 1 млн 152 тысячи человек. В идеале для коллективного иммунитета необходимо привить еще порядка 600 тысяч жителей края. Очередное смертельное ДТП произошло в Барнауле. На дороге Калманка-Новороманово-Лебяжье накануне сбили женщину. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку. Водитель мужчины 1973 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Пульсар от поселка Лебяжье в сторону поселка Черницкий, в путь исследования допустил наезд на пешехода женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте вблизи видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход-женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. В ГИБДД еще раз напоминают, чтобы избежать трагедии, в темное время суток пешеходам необходимо носить одежду со светоотражающими элементами. Нашему корреспонденту из Бийска удалось пообщаться с тренером боксера Павла Мамешина. Уже несколько дней в сети обсуждают резонансную историю. Спортсмен оказался участником смертельной драки в местном баре. Драка произошла еще 21 января, однако в инфополе попало лишь накануне. Сейчас Павел находится в СИЗО. Другой участник драки скончался в больнице спустя 10 дней после того, как случился инцидент. По одной из версий, он числился в рядах сотрудников Росгвардии, однако был уволен задним числом. Очевидцы сообщают, что мужчины не были знакомы и находились в разных компаниях. Из-за чего прошел конфликт, пока неизвестно. Он был примером, конечно, и среди одногруппников, или среди сборной команды. Его, конечно, уважали и в группах, и среди тренерского состава. Он пользовался авторитетом. Ну и старался он выиграть за счет техники. Не за счет грубой физической силы, а за счет техники. Обыграть соперника, поставить неловкое положение его, и за счет этого красивый бокс показать он старался. Никто не верит в это, как такое могло случиться. Просто не верим, потому что, зная его, зная его характер, семью его зная, не укладывается в голове просто вот это. 2 февраля подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Мы обязательно продолжим следить за этой историей. И к другой теме. В Алтайском крае продолжают бороться с бездомными собаками. Накануне власти посетили барнаульский приют «Ласка», чтобы обсудить вопросы, касающиеся отлова, стерилизации и чипирования животных. Но уже сегодня в региональной общественной палате прошло совещание, на котором обсудили дальнейшие планы по снижению количества бродячих животных. Подробнее в сюжете Софии Яценко. О том, что человек в ответе за того, кого приручил, к сожалению, помнит далеко не каждый. Часто собак пытаются пристроить в приют, либо находят более быстрое и простое решение – выбрасывают на улицу, тем самым увеличивая количество бродячих животных. В городе полномочия государственные осуществляются в соответствии с доведенным лимитом бюджетных средств – это 4,2 миллиона рублей на год. По утвержденному тарифу, в который входят необходимые отлов, стерилизация, вакцинация животных, его содержание на период передержки, определяется, соответственно, тот объем собак, который отлаживается. Не только собак, а в целом безнадзорных животных – это 62 единицы. Средства выделяются, надо отловить, доставить, здесь стерилизовать, накормить, содержать. И вот из 650 собак, заметьте, до половины уходит к новым хозяевам. Добрые руки. Их к этому подготовили. Жить на улице, в будке, и старожить частную территорию, либо жить в квартире. Но это еще и кошечки, и другие. Поэтому, вот, если нужно совершенствовать наше законодательство, то понимать в чем. Этим готовы заниматься. Однако одним отловом и стерилизации проблему не решить. Да и мест в приюте попросту не остается. Мы всех собак не поместим в приют, который есть. И, с другой стороны, выпуская собак, мы в любом случае, даже если она стерилизована, собака, она имеет бирку. Но собака может напугать элементарно человека. И это тоже не решение. И говорим о том, что важно все-таки еще и рассмотреть повышение степени ответственности каждого из нас. Ведь собака откуда-то взялась первая, как мы, бездомная, нулевая собака. И потом, естественно, идет размножение этих собак в среде. На сегодняшний день в регионе порядка 11 тысяч бездомных собак. Несмотря на то, что в Барнауле их количество за последние пять лет сократилось, в районах стремительно растет. Мы 20 лет стерилизуем собак и кошек. 20 лет. Но их чуть меньше стало по союзу с другими городами. Но все равно они есть. А есть откуда вы? То тут коробочка со щенками, то там коробочка со щенками. То просто бабушка звонит. Вы либо меня собачку заберете, либо я просто выкину. Мы говорим, бабушка, ну мы не заберем, потому что это ваша хозяйская собачка. Но она мне надоела, я ее выкину. Собаки-то не виноваты, что и на улице оказались. Это люди виноваты. Завел собаку, маленько-то отвечай. Когда у нас изменится менталитет людей, когда у нас будет ответственность, завел собаку, отвечай. Специалисты уверены, отстрел не выход из положения. Необходимо сделать стерилизацию обязательной для всех домашних животных, хозяева которых не собираются заниматься их разводом. А потому для борьбы с бродячими животными нужны профилактические беседы. Хотелось бы, чтобы акценты ставились именно на ответственности. Почему нам не проводить профилактическую работу с населением? Почему нам не говорить, не объяснять населению? А откуда это собаки? А как с ними себя вести, самое важное? Воспитывать себя и своих детей? А каким образом минимизировать это количество? Что надо сделать, чтобы через месяц, через год, через пять, их не было и так далее? Именно на это, мне кажется, должен ставиться информационный акцент в этой всей информационной волне. Региональные власти предлагают ужесточить меры, ввести штрафы за выброшенных животных, а также усыплять тех собак, чей хозяин не нашелся. Также планируют пересмотреть стоимость услуг по отлову. Пока все эти правила не вступили в силу, остановить бесконтрольное разведение собак не получится, даже если чиновники будут говорить об этом каждую неделю. София Иценко, Андрей Печоркин, День с толком. Эксперты назвали самую закрытую мэрию Сибири, и это не Барнаул. Напротив, наша краевая столица заняла третье место по информационной открытости из 20. Таковы результаты исследования Алтайского центра политического консалтинга. Специалисты оценивали несколько параметров. В итоге Барнаул на один балл отстал от лидера – Омска. Любопытно, что следующий алтайский город, Бийск, занял 17-ю позицию, Рубцовск – предпоследнюю. Эксперты оценивали понятность сайтов администрации и их социальные сети, обновление постов и возможность оставлять комментарии. Так, например, для жителей Норильска эта функция закрыта. Эксперты учитывали и скорость ответа пользователю. Кроме того, Барнаул оказался в четверке городов с лучшими аккаунтами в Телеграм и в тройке с аккаунтом в Твиттер. Суммируя баллы, краевая столица оказалась на третьем месте в Сибири. Однако специалисты подчеркнули, что абсолютно открытой мэрии в регионе нет. И связано это, по мнению авторов исследования, с дефицитом специалистов и низким уровнем муниципальных зарплат. Вместо трех часов – час. Время проведения операций в кирургическом отделении Краевого центра охраны материнства и детства значительно сократилось. Там переоборудовали одну из операционных. Почему врачи называют нововведение не иначе, как счастьем, расскажем в сюжете. Эта операционная практически никогда не пустует. А теперь хирургических вмешательств здесь будут проводить еще больше. И врачам, и пациентам стало комфортнее. Многомиллионные вложения позволили заменить старое оборудование, прежде всего освещение. Плюсы очевидны. Лампа называлась «Бестеневая», но она давала очень большую тень. Вот так ладонь положишь – не видно операционное поле. А вот эта лампа, в отличие от той, она чем отличается? Можно голову прямо наклонять к ранее, руками работать, тень – нет, везде свет. Заменили и механический операционный стол. Новый работает с пульта управления. Поднимается и опускается в зависимости от того, под каким углом хирургу удобнее работать. Контролировать движение стола может даже санитарка. Благодаря нововведениям число операций, по словам Юрия Тена, можно увеличить на 20%, ведь время их проведения сокращается. Следить за ходом операции теперь можно большему числу людей. Новый монитор позволяет наблюдать за процессом, в том числе и студентам. Да, потому что то, что телемедицина, она у нас давно уже внедрена, и вот эти вот не только телефонные разговоры телемедицины, а те, которые еще в видеоконференции, которые мы можем проводить, обсуждать больных, тяжелые ситуации, советоваться с коллегами из федеральных центров. Кстати, в переоборудованной операционной уже удалось провести вторую по счету сложную операцию пятимесячному малышу с врожденной патологией желудочно-кишечного тракта. Дополнительной подсветки, как во время первой, не потребовалось, да и прошла она значительно быстрее. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Взлетно-посадочная поросла сорняком в здании разруха. Уже пошел 12-й год, как Бийский аэропорт не принимает регулярные рейсы. Несколько лет назад в крае заговорили о восстановлении заброшенного аэропорта. Но все так и осталось на уровне разговоров. Может ли Бийский аэропорт стать началом возрождения региональной авиации, выясняла Валентина Аскерова. Со взлетно-посадочной полосы Бийского аэропорта взлетали в небо такие самолеты, как Ан-2, Ан-24, Ан-26, Л-410 и даже реактивный Як-40. Сегодня же над Бийским аэропортом летает лишь наш квадрокоптер. Снимает, во что превратился один из востребованных аэропортов нашего края. Один след простой оставили свой отпечаток. Повсюду ржавчина, разбитые окна, а некогда цветущий плющ давно превратился в гербарий. Внутри здания не попасть. Охране дали распоряжение нас не пропускать. Но уже сейчас сквозь стекло видно, насколько в плачевном состоянии находится аэропорт. Штукатурка осыпается, стойка регистрации разрушается. Но что самое интересное, стенд с расписанием рейсов по-прежнему сохранился. Общаться с нами так никто и не захотел, как и ответить на вопрос, будут ли возрождать некогда востребованный аэропорт. В 80-е годы Бийский аэропорт пережил свой расцвет. География полетов расширилась. Можно было улететь не только в Новосибирск и Барнаул, но и Кемерово, Гурналтайск, Красноярск и страны ближнего зарубежья, Казахстан и Узбекистан. Это если необходимо восстанавливать, это требует большой реконструкции, длительного восстановления. Гражданская авиация в Алтайском крае и местные воздушные линии находятся в глубоком упадке. Об этом не понаслышке знает Антон Канцеров. Его дедушка отдал небу 40 лет своей жизни. Если мы возьмем на конец 80-х годов, то в крае функционировало более 50 аэродромов и площадок местных воздушных линий. Практически в каждом районе был свой аэродром, причем свой аэропорт. Когда произошел распад Советского Союза, очень много техники и очень много авиаработ оказалось невостребованной на территории страны и Алтайского края. В том числе, что в упадок пришла и авиационная техника, то есть не было обновления парка самолетов. Соответственно, упал объем перевозок, выросли цены на авиатопливо и стало это нерентабельно. На территории Бийского аэропорта была и вертолетная площадка. Отсюда любой желающий всего за пару часов мог долететь до жемчужины Алтая озера Телецкого. А ведь вертолетное сообщение с республикой Алтай было крайне востребовано туристами. Оно бы не помешало и сейчас, уверен Антон Канцеров, а также сами бейчане. В принципе, я думаю, что было бы неплохо, потому что даже неудобно летать. Вот сколько людей перелеты совершают. Приходится либо в Барнаул, либо в Новосибирск ехать. Из Бийска гораздо бы удобнее было. До Горного тоже неудобно добираться. Как вы думаете, нужно ли его реконструировать или нет такой необходимости? Да, думаю, не помешало бы. А почему? Насколько это было бы удобно? Ну, к вам в Барнаул быстрее летать. Надо здесь делать аэропорт. Аэропорт Бийска еще в 2013 году передан из федеральной собственности в Краевую. А у региона средств на реконструкцию нет, пояснили в Минтрансе. Для восстановления аэродромного комплекса аэропорта, включающего взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон, специальное оборудование и оснащение, требуется не менее 2 миллиардов рублей. Выделение таких средств из Краевого бюджета, учитывая его ограниченность, на сегодняшний день не представляется возможным. И еще порядка 500 миллионов рублей нужно на восстановление аэровокзального комплекса, который находится в частных руках. Также в Минтрансе указали на то, что в 90 километрах от Бийска находится горно-алтайский аэропорт. Отсюда вывод. В ближайшее время бичане вряд ли смогут увидеть, как с их взлетки поднимается в небо пассажирский самолет. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком. В Барнауле начали проводить тренировки по футболу для детей с синдромом Дауна. Под четкие и громкие указания тренера они готовы бежать, прыгать и даже ползти, чтобы отправить мяч в ворота. На тренировки побывал Дмитрий Дроздов. Раз. Два. Три. Сделаем начальник. С особенными ребятишками здесь работают уже год. В спортивном комплексе «Темп» сразу решили, тренировки будут бесплатными. На них ходят две группы – старшие и младшие. По словам их тренера, результат занятий был виден уже через месяц. Раньше ребятишки приходили, вот как я пришла работать, ребятишки боялись подойти к друг другу, забивались в угол, стояли, никому не подходили. То есть сейчас можно видеть, что они друг с другом контактируют. Безусловно, у них улучшилась и физическая форма. Но вот коммуникация – это, конечно, самое главное. А это значит, что ребята могут взаимодействовать с другими людьми. Дети учатся подстраиваться по тренировочным процессам, четко выполняют упражнения и становятся более социализированы. Темп на достигнутом останавливаться не собирается. Через некоторое время хотят попробовать собрать команду ребят, чтобы они выезжали на соревнования и играли в других городах. Ведь такой проект поддерживает и Российский футбольный союз. Они разрабатывают программы, спускают эти программы в регионы. На данный момент есть определенная программа, проект программы работы с людьми с УВЗ. Мы заинтересовались этим. Я вчера связался с представителями РФС, говорил о том, что у нас есть такое направление, что мы недавно реализовали проект губернаторский, грант выиграли. Администрация школы «Темп» уверены, что будет поддержка от РФС, а в будущем может появиться возможность вывозить ребят на турниры и в другие страны. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы завтра в это же время на телеканале Толк. Также мы есть во всех социальных сетях и на Ютуб. Подписывайтесь и участвуйте в обсуждениях. Ну а если есть интересные темы для наших материалов, звоните. Телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok